дорогие друзья уважаемые трейдеры всех приветствую с вами педром рауф и у нас обзор рынков ежедневно сегодня пятница последний день для традиционных рынков для фондового рынка для форекса криптовалюта конечно будет работать по крипте мы тоже разберем рынок и по фондовому рынку и по новостям пройдемся если есть какие-либо важные новости мы разберем насчет сегодня с прицелом наверное на следующей неделе календарик на сегодня разберем экономические и некоторые акции некоторые пары валютные серебры тоже активы разберем обязательно разберем то что вы нам в комментариях оставляете по поводу фунт джей пивай сегодня тоже его разберем поэтому посмотрите до конца обязательно в конце у нас криптовалюта как обычно по поводу фондового рынка по поводу вчерашних движений на фондовом рынке по поводу его восстановление это вещь который по сей день мы за ним наблюдаем и его восстановление приблизительно выражается в таком движении от основания пояс mp500 если еще шире вам показать тут довольно такая хорошая красивая на среднесрочном тайм-фреме формируется определенная конфигурация свечная которая намекает на разворот вверх нужно дождаться единственно что прорыва укрепления над локальными максимумами и по джонсу приблизительно такая же картина но там диапазон немножко уже будет и есть в целом боковик от которого можно и так отталкиваться в долгосроке и тут конечно же тоже есть случай если что потенциал дальнейшее движение что цена мог хотя бы в течение показаться показать себя как он вообще хочет двигаться какая амплитуда насколько он будет поджиматься вверх насколько будет импульсивно протестировать верхнюю границу что может что является нехорошим сигналом то есть медвежим до последующего ценового движения и по поводу экономического календаря на сегодня очень пуст только единственное что индекс потребительских цен инфляционный релиз от евро зоны с 2 и целых 2 процента на 3 процента единственное что недавно ведь себе заявил точнее если бы или было это из европейского союза заявление о том что ну мы наверное все таки не собираемся делать поспешные выводы или же уже уже сочет по монетарную политику об этом просто в блюмберге сегодня была такая краткая новость кто-то изи цб в общем говорит об этом ну видимо у них тоже как бы да немножко учиться у сша и как бы практикуют эти вещи и относительно движения евро к доллару вот видим что по факту но ослабление чувствуется в ценовом движении несмотря на недавнего импульса сильно нисходящего все равно как бы определенная слабость чувствуется и ну как бы тут тоже уровень есть по факту относительно если взять ну да ты range который протестировался исторически по факту то есть ну такой нюанс в общем есть по поводу сегодняшнего поводу сегодняшнего поводу сегодняшнего новостного фона к сожалению относительно пусть единственная новость который мне очень сильно понравилось на сенбиси эту новость встретил и там чем по поводу того что волл-стрит собирается вложиться в компании зеленой энергетики конечно тут нужно посмотреть очень широко там есть несколько тикеров в целом и более или менее важно я их буду просто подобрал у нас на терминале зеро на нашем терминале нашего брокера что просто посмотреть как они двигаются и поэтому нашел пару статей в общем на этот месяц на этот квартал что обещают по этому поводу и по каким в целом вот раз статейка два статейка просто вышли приблизительно там вчера позавчера и позапозавчера наверное и приблизительно более-менее то что это предлагали и те тикеры которые они предлагали я просто указал здесь мы просто сейчас мы быстренько разбирать что потом еще успеть и наш проект с рынок разобрать более или менее тут под тикером вы просто можете посмотреть и по факту найти эти компании про них читать еще в интернете думаю что вам скорее всего видно хорошо особо зацепляться зацепить зацепиться не будем за фундаментальный фактор просто посмотрим технику и в целом посмотрим что здесь по тикерам би и пи включим дейл и посмотрим какая тут какие люди здесь объемы и в целом что можно ожидать давно не было больших объемов но это тут тоже довольно хороший сигнал довольно хорошая вещь на дневном таймфрейме еще как бы перепроданность мы вблизи него перепроданность последнее время особо не дотрагивалась и даже если дотрагивалась лица на заходил в перепроданность он не особо были сильные движения вниз но это показывает показывает довольно хорошую картину относительно единственное что тут имеется в виду волк стрит конечно это среднесрочная инвестиции то есть тут как бы стопы если они есть то они довольно широкие то есть поэтому в случае если что не воспринимаете сегодняшний обзор как какую-то конкурсрочную темно пойти активом не воспринимать его как какую-то короткосрочную как какого-то короткосрочного прогноза потому что она на самом деле среднесрочный тут по факту движение может еще немножко создать какой-либо импульса нисходящего но затем будет очень классно причем потому что скорее всего у нас умеренный рост и последующий прорыв сопротивления эта ситуация повторяется в некоторых других тоже компаниях по зеленой энергетике в общем этот боковик и его прорыв вверх 42 доллара по факту и 34 нижняя граница си w и n клэрвый энерджи тут по факту но импульс половина перед идущего нисходящего движения уже взяла по факту себе тут есть определенный наклон который может восприниматься не очень хорошим сигналом давайте включим дейлы это ездили да это у нас есть дневной таймфрейм и в целом если с прицелом на квартал там до ближайший ну все равно картина красивая то есть локальный минимум возможно она будет прорываться и скорее всего цена может и дойти даже до 2880 но затем скорее всего нас ждет что-то очень вкусно что-то очень классное ближайшее время по факту тут на 15 минут это же определенные сигналы краткосрочного роста но они скорее всего будут она пускать все будет импульсивной и сегодня америка откроется они себя покажут то есть сегодня 45 по миска эти тикерис я уже покажу если хотите в краткосрок принять то есть пользоваться вот этим спекулятивным моментом до после выхода новости там сегодня о том что уолл-стрит будут инвестировать компании зеленые энергетики что-то там импульсивное забрать то тут нужно быть очень осторожным это по факту среднесрочный прогноз но может карта с уроки сразу создавать какие-либо там геповые движения но если тут будет и восходящий геп который тоже может быть открытие американского рынка но опять же нужно посмотреть то затем обязательно следует закрытие вот что может быть не очень хорошо поэтому сегодня с открытой американского рынка в общем все они себя покажут а дальше попробуем побыстрее потому что у нас времени очень много извините first solar это вся американская компания тут тоже по факту есть три тест локального максимума на дейли и в целом смотрится красиво пока цены не зайдет ниже девяносто показано не зайдет ниже девяносто на самом деле среднесрочек очень красиво смотрится но был корпорейшен дейли давайте четырех часов которого нету тогда значит часовой но тут информации очень мало на данной платформе патр по этим акциям возможно их нужно еще изучать единственное что в краткосроке они могут делать нисходящий импульс то 26 40 а потом затем скорее всего крепятся умеренно это раз во вторых скорее всего они могут открыть американского рынка здесь уже развернуться а вот по поводу этого нисходящего импульса можно и забыть потому что они очень довольно так скажем с одной стороны далеко от поддержек закрылись вчера и сегодня с вероятность того что они по факту могут пойти вверх есть вероятность того что просто спекулятивно вот эти все акции могут на самом деле вырасти сегодня без за новости вот и все рене соло лтд дневной график давно не было больших объемов 5 долларов точнее 6 и 8 range который тестируется уже давно в ней двигаемся и это дневной график очень маленькая амплитуда на 15 минутке тут как лучше видно расхождение на основании расхождение вот этот срыв до который произошел здесь волатильности над основанием рынка с одной стороны основание вот здесь то есть по времени если взять ближайший и мы по факту под локальными минимумами поэтому насчет дальнейшего роста нужно немножко подождать тут возможно даже тест вот этих минимумов шесть там долларов и . 7 6.7 затем скорее всего цена может развернуться вверх сквокулятивно потому вот этот момент риск есть spwr sunpower corporation о котором кстати немало все наверное слышали тоже довольно хорошая картина на дневном то есть средний срок довольно красиво смотрится с одной стороны но с другой стороны тут есть хорошее сопротивление от которого можно отталкиваться на часовом графике по факту это 22 доллара 23 доллара 22 80 23 доллара откроем можно отталкиваться ближайшее время тут тоже по факту закрытия над определенным минимумом который здесь есть поддержка 2150 и сам факт что вот основной диапазон минимальный который начинается 22 заканчивается 21 она протестировала на было два раза недавно и цена на детям то есть она уже по факту над крайне поддержка держится и вот эти два ложных пробоев могут быть на самом деле хорошим сигналом дальнейшего продвижения цену вверх дальнейшего роста дикю даку не энерджи на дейлы на дневном тайм-фрейме просто тоже довольно красиво все это смотрится блок это основная поддержка от которого цена отталкивалась вверх долгое время 40 долларов это по факту это поддержка солого сорок долларов но недавно цена ну то есть прошлое 15 назад приблизительно цена его даже не не дошла до него развернулась от него а сейчас по факту мы не заходим ниже основной поддержки перед ведущего квартала то есть это же довольно хороший сигнал 50 долларов лучше взять 4550 это поддержка который может протестироваться но это в средне сроки а так ближайшее время наверное картина все-таки должна быть еще красивее довольно хорошее накопление я не чувствую особого стрёма тут объемы начинают наращиваться кстати с недавнего с недавних пор и геп относительно закрылся но тут накопление красивое единственное если мы не поднимемся выше 61 то это не очень хорошо но если свеча реально закроется здесь это америка откроется парочка пройдет три часика и сейчас все еще будет здесь болтаться но это может быть признаком того что наверное наверное тут цена будет застревать пока еще и nph nphase energy покажи мне как ты выглядишь давай давай дневной график красиво протестирована локальная поддержка которая по факту двухмесячных приблизительно 7 ошибаюсь приблизительно то есть взять июль да и все равно мы находимся относительно под нем и мы его очередной раз тестируем на дневном графике но тут тени очень красиво хорошая довольно назвать его можно его назвать ложным пробоем с одной стороны трудно сказать тут очень красиво конечно накопление но этот тень немножко смущает это просто тень который недавно была сформирована и может ли могут и произойти какие-либо импульсивные движения с целью того чтобы сбросить беков которые зашли здесь может но с другой стороны наверное половину вот этого импульса бока бека можно брать с целью того чтобы отталкиваться 154 если импульсивно тестируется в ближайшее время это классно это значит что можно вообще не переживать скорее всего а если 154 к нему будет цена подбираться чуть-чуть чуть-чуть там по маленьким свечекам то это не очень хороший сигнал наверное нужно будет подождать там все она может еще консолидироваться в середине этого диапазона 154 друзья в общем я половину разобрал нас времени просто очень мало поэтому по всем остальным тикером все это сохраняется можете посмотреть если что с следующего раза с понедельника мы еще раз разберем посмотрим что по ним произошло что по ним идет в общем как там они вообще себя чувствуют все это разберем короткий обзор доллара сша которые укрепляются с момента предыдущих обзоров и сейчас мы видим что доллар сша по факту поднялась над сопротивлениями но к сожалению его еще раз хочет протестировать насколько цена доллара может сегодня пойти вниз спекулятивно может ли пойти вниз тут трудно это сказать 92 60 92 80 это диапазон в котором доллар может оказаться сегодня но его последующие движения относительно этому диапазона покажет доллар что на самом деле хочет делать течение американской сессии поэтому имейте ввиду это середина предыдущего импульса и скорее всего если цена не пойдет ниже 92 60 скорее всего и не пойдет наверное или же если очень импульсивно протестирует сегодня в течение дня вот этот диапазон это скорее всего хороший сигнал целью покупки последующей покупки и думаю что цена может вообще не зайти в этот диапазон просто развернуться идти вверх дальше себе поэтому этот момент тоже обращайте на это внимание по факту сейчас могут произойти какие-либо импульсивные движения или же развороты переходим к форекс парам нашим и посмотрим что по ним евро у нас так как говорили довольно слабо смотрится я воносить не и не думал вчера очень классно прихватил фунт на минимумах просто пришел смотреть на него и он все еще продолжает россия просто его не хочу закрыть наверное и насчет его дальнейшее движение все зависит от падения доллара ну опять же скорее всего его сегодня закрою поскольку завтра позавтра выходные но на самом деле тут тоже диапазон довольно сильно то есть 1 98 20 38 может не прорваться вверх если цена тут покажет сильные импульсы восходящие с медвежьими барами да или свечами то скорее всего дальше нас ждет разворот а по евро и по фунту немножко не негативно смотрю и по австралийцу новозеландцы тоже к сожалению тут есть отметка которая должна протестироваться должна над ней укрепиться а потом уже даже подумать что будет вот но 73 20 по новозеландцу тоже тут по факту поджатие есть красиво да смотрится то есть евстралийца новозеландец но говорит о том что цена может прямо укрепиться даже пойти в понедельник тоже где-то вверху быть оказаться там остаться немножко все-таки нет потому что доллар он сильный доллар он очень сильный и со временем будет сильнее 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 себя чувствовать мы не забываем о кризисе мы забываем о о том что пузыры есть на рынках и доллар как защитный актив по-любому может даже лучше чем золото себя показать течение ближайшего там квартала следующих до пона но за нас езды тоже тут но 71 это очень далеко мне кажется он дойдет даже не дойдет скорее австралийц новозеландец к боковик все еще продолжается со вчера разворот от минимума произошел боковик и факту покупки уже закрывается наверное тут тоже нас ждет определенного рода разворот или же консолидации ближайшее время так что лучше вы тоже не трогать gbp джей пивай просили со вчера движение мы вчера разбираемся это движение пока не протестируется и цена по факту сейчас тестирует локальный максимум но находится по факту ниже него во выше него и но тогда это отметка она хорошая такая зеркальная отметка поэтому я бы на него смотрел вверх все-таки потому что ну джей пивай он относительно слаб по отношению даже к дону и джей пи он сам по себе сильный несмотря на рост доллара поэтому здесь я бы смотрел на восходящим точки зрения техники на джей пи джей пивай на фунт и фунт новозеландец которым тоже обещали вам разбирать вниз не хорошо не хорошо по покупкам не хорошо скорее всего продажи и 1 95 95 20 диапазон для риска для покупки здесь я не вижу сажение на кратк в краткосроке в общем 1 95 если цена над ним укрепиться хорошо если цена будет его очередной раз импульсивно тестировать или просто же резко дойти там прорвать его и подниматься 1 1 1 1 свечу 1 90 до 1 95 20 95 15 это ничем не оплатеживает поводу здесь защитных активов со вчера падение продолжалось локальная поддержка прорвалась цена пошла до с последующей цели эти отметки были со вчера вы могли кстати обращать на их внимание закрытие над вот этой поддержкой исторической довольно такой дату из некрайная поддержка историческая поддержка закрытие над ней потенциал нисходящего движения все равно есть не дневка показывает перед идущий сильный импульс давайте скажем так что золото может консолидироваться в ближайшее время но и найдите потом дальше боковика который скорее всего будет в рамках 1 1780 106760 и в рамках этого боковика скорее всего получится торговать там в краткосроке серебро тоже протестировала ниже даже локальная панема и советскими зашла и сейчас укрепляется но я бы на него не ставил планы покупок в краткосроке до создания боковика до средней сроки продолжение этого боковика до а так что прям вот покупка до середины вот этого импульса нет он может очень резко подниматься и не дойти даже до его середине а потом развернуться вниз и создавать боковик поэтому вот платье на котором просили тоже кстати разворачивается со дна но все еще рано говорить о покупках очень красивые картинки по покупкам есть и на фондовом реке на акции которые показали в краткосроке но имейте ввиду что вот такие красивые картинки они могут сопровождаться с расхождением со срывом волатильности более мелком таймфрейме и вот эти срывы могут подвести покупателей вот такими импульсами в эту сторону поэтому если видите такие форме формации лучше не зайти евро сей чай красиво доллар сей чай красиво в плане покупок доллар иена тоже довольно красиво в плане покупок единство что можно дождаться вот и по доллару и и доллар франку евро франку исходящую коррекцию по евро франку она будет не очень сильная скорее всего эта коррекция потому что мы очень далеко от сопротивления не закрываемся наверное она будет до самого этого заказа сократится сопротивлением передущих до брит с импульсивный есть и будет она еще импульсирует это очень вообще супер доллар франк и доллар иена да и так скажем нисходящая коррекция дождемся его особенности она будет одним импульсом большим импульсом по соотношении вот этим свечам да она будет большим вот таким хотя бы не знаю не таким конечно не получится на ближайшее время не так много новостей спекулятивно на время наверно не будет такие большие движения сегодня но в случае будет это вообще круто то есть это хороший сын для того чтобы покупать но относительно тому когда рынок американский будет закрываться нужно завтра выходной европа закроется америка поэтому я думаю что боковики сегодня будут больше в тренде чем любые другие движения нефть разворачивается как и вчера говорили 72 сильная отметка от него разворачивается возможно что будем разворачиваться дальше вниз пойти по поводу доллар канадец картинка красивая с целью покупок особенности нефть будет падать поддержка тут есть они 26 20 кстати ему браку боковика так и продолжаем двигаться очень красивый боковик стилю краткосрочной торговли но недавние не с недавних пор он не дает продаж продавцам заработать я думаю что этого и ближайшее время не будет поэтому лучше в этом боковике больше делать акцент на покупку по доллар и быстренько у нас биткоине фильм наши любимые со вчера нету движения как и говорили скорее всего это был последним ближайшее время ростом до 47 48 боковик продолжается мы находимся выше лака выше вот предыдущего сопротивления это очень хорошо но в целом картинка почему-то меню не нравится вот убить к нам просто мне не нравится и по эфириуму тоже мне нравится может быть это флаг может быть это признак раз для дальнейшего развития дальнейшего роста по эфириуму не отрицай по эфириуму я позитивно мыслим а по биткоин обсуждению не очень пять пятьдесят тысяч если протестируют в ближайшее время я не думаю что дальше был сильный рост скорее всего будет еще снижение друзья спасибо что посмотрели этот эфир надеюсь вам понравился в случае есть у вас будут вопросы обязательно пишите в комментариях пишите в комментариях если у вас будут какие-либо другие активы которые вам интересно с которым интересно работать торговать и и мы тоже разберем уже в понедельник не забудьте подпишитесь на наш канал обязательно чтобы вы будете в курсе какие еще есть у нас ролики есть у нас живые там эфирные ролики до которые выходят и можете во время прям вещания во время разбора рынка прям их смотреть потому что мы как бы запись да а там уже живые эфири Александра махача гельчика а сергей заботкина виктора макеева поэтому обязательно подпишитесь если подписались не забудьте и нажмите на колокольчик ничего там страшного нет просто будут у вас оповещение о том что наши эфиры начинать спасибо что посмотрели этот эфир до следующей встречи до понедельника всем хороших ролях хороших выходных пока пока